Добрый день, пришел мне фонарик фирмы X-Star, модель VK-42 Sirius KR. Поставляется вот такой картонной коробочке, плотненькой, в дороге не помялась. Всю дошло целенькое, коробочка такая добротная, на магнитиках, аккуратненькая. В комплекте у нас гарантия X-Star, инструкция, темлячок такой небольшой совсем, запасная резинка, прокладка и сам фонарик. Сам фонарик небольшой, позиционируется как EDC, поближе сейчас рассмотрим. Инструкция должна быть, наверное, на китайском. Да, на китайском языке. Здесь основные характеристики, но здесь, в принципе, непонятно что. А вот основные характеристики можно посмотреть. Фонарик используется в фонарике или батарее KR-123A, или литиевый аккумулятор 16-340. В отличие от батареи, литиевый аккумулятор, доступен турборежим 300 люмин. От батарейки такого режима отсутствует. Так что стоит сразу докупить литиевый аккумулятор. Ну, здесь характеристики, сколько работает. По времени 200 часов. От батареи от лития 70 минут 300 люмин. 190 люмин 75 минут. 30 люмин 20 часов. И 3 люмина 90 часов. От батарейки немножко другие данные. Так что, водозащита IPX8. Светодиод стоит CRI-XMLU2. Напряжение от 0,9 до 4,2 В. Ну, здесь кому надо будет, почитайте. Давайте раскрутим. Раскручивается посередине у него. Здесь плюсовой контакт. Вроде всё аккуратно. Резьба анодированная. Здесь смазочка даже есть ещё. И резинка. Всё сделано аккуратно. Минусовой контакт. Там пружинщика. Пружины все видно. А здесь просто контакт плюсовой. И он утопленный. Что вот в этом у меня тоже был утопленный. Что вот в этом. Батарейка у меня только плюсовой контакт плоский. Он не достаёт. Надо докупить. Заказал себе. Приходится вот какую-то металлическую. Но это не очень хорошо, конечно. Ну, что поделаешь. Так что, если будете покупать, сразу знайте, что надо будет докупать. Ну, нормальная батарейка с таким плюсом. С выпуклым. Закручивается всё аккуратненько, легко. Вот. Имеет, в отличие вот от этого, этот имеет память. Минимальный режим. Средний. Максимальный. И турбо режим. Ну, турбо, только на литий. Минимальный. Вот если так взять, минимальный тоже. Вот здесь я не помню сколько. По-моему, 240 люмен. Здесь разница. Сниму видео потом. Этот щелчок громче. OH2 Commander. Включается нажатием и удержанием. Здесь тоже. Нажатием и удержанием. Включается просто одним нажатием. Светит очень ярко. Я думаю, он будет очень хорошо светить. Также есть режим SOS. Двойным нажатием. Быстрым двойным нажатием SOS. И стробоскоп. Вот. Так что. Включается, да, нажатием и удержанием. Скоба такая неплохая. Я думаю, что будет держать неплохо. На практике тоже снимается она. В принципе, фонарик более-менее достойный. По-моему, он подсвечивается. Если будет батарея разряжаться. Вот это, я не помню. Отражатель мятый. Что, в принципе, и у этого. Но этот, наверное, будет подальше светить. Все же. Отражатель более глубокий. Так, очень аккуратненький. В длину он всего 7,6 сантиметров. В самом толстом месте 2,3. А здесь 2,1. Аккуратненький. Маленький фонарик. Сниму отдельное видео. Как он в темноте светит. И сравню вот с этим. Так что, будут вопросы, спрашивайте. Отвечу. Ну, сразу, когда покупаете батарейку, смотрите. Чтобы был прессовый контакт. Выпуклый. Недостаток такой. Будут вопросы, пишите, я отвечу. Спасибо за просмотр. Пока-пока.